Всем привет! Наша любимая рубрика «Лучшие изделия недели». Собираю просто всё подряд. Вот что под руку попалось. Снимаем, озвучиваю, показываю. 90% изделий – это творчество и дизайн заказчика. Он здесь главный, ему нравится, поэтому всё должно быть именно так. Если вы считаете, что всё нужно было сделать совсем по-другому, закажите «Вам сделаем по-другому». То есть здесь критика не приветствуется совершенно. Вы можете в личку написать. Личка вот в WhatsApp. В описании есть, что «Привет, я хочу вот такое кольцо, только больше, но другое». И вам сделаем больше, но другое. Приятного просмотра! Номер один. Большую часть изделий специально снимали при невыгодном освещении, да, потому что часто делают наоборот. Я считаю, это несправедливо. Мы должны показывать камни вот в таком виде, в каком вы их увидите, например, в пасмурную погоду. Это правильно. А в помещении снимаем вообще практически никогда. Ну, например, опалы или кварцы, им всё равно, они на улице, в помещении, неважно, поэтому их можно и в помещении снять. То есть цвет никак не меняется. Здесь у нас турмалин, он немножко полихромный, у него такой приятный, довольно редкий изумрудный цвет. И классическое золотое кольцо, в принципе, больше ничего добавлять не нужно. Для повседневной носки надёжная закрепка. Повторяю всегда, каждый раз, и буду повторяться, что даже самую надёжную закрепку всегда нужно проверять у ювелира. Ну, хотя бы раз в 3-4 месяца отнести и спросить. Посмотрите, у меня камень не болтается. Он посмотрит, если камень не болтается, он его подзакрепит. Номер 2. Масайский гранат. Узнаваемый камень. Я думаю, что все, кто хотя бы месяц подписан на мой канал, уже узнают этот камень. В нём много включений, это нормально. Например, цавориты, параиба и многие другие камни всегда имеют много включений. И это никак камень не портит и не снижает его стоимость. То есть главное здесь это цвет. Включения и трещины это разные вещи. Если камень поперёк треснутый, мы такое не покупаем. Естественно, не продаём. Потому что при попытке его закрепить, камень развалится. Кто будет за это платить? Конечно же, я. А я такое не люблю. Здесь у нас золото с чернением. Наш авторский дизайн готический. Именно заказчик всё это придумал. Но он разделяет наши вкусы, наш стиль ему нравится. Нужно ли такое покрытие обновлять, освежать? Конечно, нужно любое изделие, даже просто из золота, которое советское красноватое золото, смешанное с медью и оловом. Даже оно царапается, тускнеет. Его нужно полировать и обновлять регулярно. То есть как и все вообще изделия. Такое чернение у всех держится по-разному. У меня до полугода бывает у кого-то год, у кого-то месяц. То есть в зависимости от интенсивности ношения и работы руками в кольцах. Вообще, когда у вас кольца на руках, особенно такие дорогие, как это, работать руками не рекомендуется. Снимайте, убирайте колечко в кармашек. Поработали, одевайте обратно. Номер три. Классическая подвеска в минималистическом стиле. Турмалин очень приятного цвета. Вот именно этот спектр цветов очень хорошо себя показывает где-то в Европах, в России, в Канаде, в Америке северной. И где-то еще, где не всегда бывает яркое солнце. Вот эти камни, они очень имеют такой благородный черный подтон и практически всегда показывают себя атмосферно, живо. И у них такие благородные осенние тона. Ну, для кого, для всех по-разному, да, для меня ассоциация с осенью всегда возникает. Номер четыре. Великолепное кольцо. Видел вживую, примерял. Очень мне нравится. Здесь у нас кварц из Бразилии. Там кристаллики. Они стального цвета. Это не рутил. Это его родственник. Название я говорил. К сожалению, сейчас забыл. С головы вылетело. Я две недели фестивалил. Вот. Немножко отвлекся от мира камней. И не все вернулось мне обратно в голову. Надо почитать. Кварц уникальный. Очень мне нравится. Это один из моих любимых камней. И вот готике он очень хорошо подходит. Роскошно выглядит. В принципе, его можно делать и в классике. И дорого-богато какие-то коктейльные вечерние. Можно делать для него украшения. И вот, пожалуйста, мужские какие-то мрачные, готические кольца. Все, что угодно вообще. То есть, для этого камня подойдет любой уровень и любой стиль. К сожалению, от хорошего качества таких кварцев очень мало. Кстати, мы название для этого камня с вами так и не придумали. Ну, наше сленговое. Который с димитеритом кварц. Да? Там он морозный. Безусловно. А вот для этого все еще пока думаем. Номер пять. Очень необычный, яркий, интересный турмалин из Конго. Обычно их из Конго везут в Руанду. Там перепродают. То, что в Руанде совсем безопасно. Поэтому очень часто продавцы пишут, что турмалин из Руанды нет. Они на самом деле из Конго. Вот таких цветов, например, в Афганистане, в том же, на Шри-Ланке нету. А в Конго, да, присутствует. Насколько понимаю, по задумке автора. Автор, естественно, не я. Здесь у нас глаз дракона. Если действительно это так, то задумка удалась на сто процентов. Получилось. Да? То есть, тут у нас действительно нас смотрит глаз. Какого-то животного мифического. Но для дракона вполне годится. Подходит. Вот мне тут нравится все. Я бы с удовольствием такое кольцо или кулон носил бы. Под заказ я такой камень могу найти. Но не быстро. То есть, я когда вижу вот такие турмалины с яркой сменой цветов, да. Я их сразу выкупаю. Но вот за год, наверное, 10 таких видел. Плюс-минус. То есть, там разные бывают цветовые сочетания. Но вот настолько, чтобы удачно и ярко. Бывает редко. Поэтому я их сразу покупаю. И, как правило, в Телеграме показываю. Подписывайтесь на Телеграм. Номер шесть. Жемчуг и стоите. Очень необычного, очень редкого цвета. Здесь прям все подбирали полностью по желанию заказчика. То есть, он хотел именно вот такую связку, набор. То есть, здесь, да, отличается по цвету. Такая была задача. Отличается по размеру. То есть, такая рандомная, да, с ниткой получилась. Именно была такая задача. И застежка наша авторская, в африканском стиле. По поводу жемчуга рассказываю. Но получаю одни и те же вопросы. Поэтому еще раз рассказываю. Жемчуг не искусственный. Он выращен на ферме, которая в океане. То есть, в океане висит сетка. Там устрицы. И они живут, по сути, на природе. Вот. Это не прессованный из порошка. Не пластиковый. Не какой-то керамический. Нет. Он натуральный. Разница в том, что песчинка в устрицу попала не случайно. Ее туда закинул человек. Все остальное полностью природное. Дикий жемчуг. Вот. Отлов и сбор дикого жемчуга. Который вот в море сам по себе появился. Да. Запрещен с 1953 или 1956 года во всем мире. Это уголовно наказуемо. Номер семь. Наше авторское колечко. Вот тут полностью весь дизайн наш. Поэтому можно немножко критикнуть. Разрешаю. Циркон из Камбоджи. Золото. И еще золото. Золото с чернением. Золото без чернения. Готика. На это кольцо я снимал отдельное видео. Потому что дизайн полностью мой. И вот. Как бы. Такой стиль мне нравится. Нужно ли здесь обновлять чернение? Ну да. Когда-нибудь придется. Если девушка носит кольцо аккуратно. И, например, редко берет в руки швабру. То можно примерно раз в полгода его обновлять. Циркон из Камбоджи. В данном случае, как вы понимаете, он не гретый. Если его нагреть, то, возможно, он станет синеньким. А может быть и нет. Но и в желтом варианте он прекрасен. Поэтому мы его оставили именно так. Без нагрева, без термической обработки. Чуть дальше, мне кажется, что сегодня у нас в подборке будут серьги. Которые делали под это же кольцо в комплект. Под заказ. Номер восемь. Шпинель в очень удачной огранке. Это у нас грозовая или сумеречная шпинель. Темная. Из шиванки она бывает посветлее. Практически серебристого цвета. Бывает более темная. В комментариях часто много спрашивают. А чем шпинель хуже или лучше черного бриллианта? Почему вы не покупаете... У меня есть кольцо с черным бриллиантом. Я не так давно показывал. Почему вы не поставите туда шпинель темную? У меня шпинель темная есть. На мой взгляд, это совершенно разные камни. По эстетике, по какой-то энергии. Я не верю в эзотерику. Но, естественно, все предметы, все какие-то произведения искусства. Они несут какую-то энергию. В смысле, что ты чувствуешь, глядя на них. Для меня темная шпинель и черные бриллианты, они совершенно разные. Камни мне нравятся и первые, и вторые. В данном случае, в пасмурный день, камень будет выглядеть именно так. Специально снимали при плохом освещении. В яркий солнечный он будет больше темно-серым, чем черным. Сейчас он больше черный. Ну и дальше растительный дизайн. Я называю его эльфийским. Мне кажется, это название вполне подходящее. Кто-таки эльфы, где они живут и какой стиль они любят, мы все с вами знаем. Потому что толкины читали все, я думаю. Ну, по крайней мере, смотрели точно. Номер девять. Циркон из Камбоджи. Здесь очень хорошо виден эффект, когда раздваиваются грани. Вот если присмотреться, там, да, все повозочки дублируются. Это как раз такой оптический эффект Циркона и еще некоторых камней. Об этом я рассказывал в Зонудопедии про Циркон. Если вам интересно, найдите на канале, посмотрите. Здесь у нас кольцо сделано по лору Вархаммера. Что такое Вархаммер? Это настольная игра, которая уже много лет, больше 50, мне кажется. Буду об этом записывать, отдельное видео рассказывать. Пока можете просто погуглить. И я являюсь фанатом этой настолки. Больше ее мира даже. И рад, что среди заказчиков есть люди, которые тоже увлекаются и заказывают такие изделия в этой стилистике. Там есть такая раса Скавины. Это крысы, которые под воздействием некой магической энергии мутировали, стали размером почти как люди, разумные. У них появилась своя культура, письменность, религия. И вот здесь у нас на кольце ничто иное, как череп рогатой крысы. Или она же «Тринадцатый провидец». Там все очень красочно, интересно и мрачно описано. Буду потихонечку вам рассказывать, наверное, в непридуманных историях. Номер десять. Турмалин. Вот, казалось бы, да, бесцветный турмалин без хромофоров. Ну, какая-то прозрачная штука, дрюк. Наверное, не совсем интересная. Но талантливый огранщик может любой камень превратить в великолепие. В данном случае так и получилось. Благодаря огранке камень стал просто каким-то волшебным, магическим. Он похож на пушинку, на снежинку. Наверное, больше на снежинку, да. И вживую именно я его покупал, отдавал на огранку. Выглядит просто вот шикарно. То есть, я думаю, что если покрупнее я найду такой, тоже себе что-нибудь сделаю. Каратиков на 20, если он будет. В остальном, здесь дизайн, в принципе, не нужен. То есть, камень сам по себе настолько великолепен, что и не нужно внимания от камня отвлекать никуда вообще. Поэтому дизайн минималистичный. Просто, чтобы носить. Да, какая-то штука, куда камень вставлен, и она одевается на палец. И на неё, в принципе, внимания обращать не нужно. Потому что всё внимание будет на камне. Номер 11. Та же самая история, как и с номером 10. Сам по себе турмалин. Настолько волшебен, что, в принципе, больше ничего не нужно. Подвеска. Её там и не видно. И не нужно, чтобы её было видно. Никаких деталей, обсыпки, на мой взгляд, скромной. Я здесь ничего не решаю. Я могу высказывать всё мнение. Потому что я владелец канала, на всякий случай. Вот два этих турмалина я отобрал лично когда-то больше года назад. Оба были сразу проданы. И вот, собственно, изделие только сейчас готово. У нас очень большая очередь. 6-8 месяцев. Мы все ждём. То есть и заказчики, и я, когда себе что-то хочу заказать, я тоже жду очень долго. Ну, вот так. То есть, на мой взгляд, это признак успеха. Видите, что в турмалине практически отсутствует хромофор. То есть, он чуть-чуть слегка зеленоватый. И есть чёрный потон. И именно этим он привлекательный. Если бы он был просто ярко-зелёный, например, он бы был одним из многих. А тут вот такая нежность и неуловимость в нём присутствует. Номер 12. Куда же без моего любимого камня шпинель. Шпинель есть практически всех цветов. Самый редкий цвет у шпинели жёлтый. Я сам видел буквально пару раз. Стоит дорого. Его коллекционер сразу раскупает, если вдруг его находят. Здесь у нас синий шпинель с чёрным потоном. Один из моих любимых камней. Классический дизайн для повседневной носки. Закрепка. Видите, да, что вот штырьки пронги, которые камень держат, они тоненькие. Это говорит о том, что нужно будет регулярно проверять. Камень может выпасть. Будет очень жалко, потому что он прекрасен. В пасмурную погоду он будет темнее. В солнечную яркую он будет ближе к светло-синему-голубому даже. И в любом из этих моментов он будет всё равно выглядеть хорошо. То есть шпинель, вот она чем отличается, допустим, от Sapphire Royal Blue или от Rubina Pigeon Bud цвета. Она никогда не уходит просто в чёрный и всё. Она всегда остается живой и нас радует. Номер 13. Без танзанитов мы совершенно никуда. Кстати, вот только что я говорил про Sapphire Royal Blue. Это ярко-синий с тёмным таким потоном Sapphire, который считается самым модным, самым дорого-богато востребованным. Стоит он десятки, сотни тысяч долларов. И я видел экземпляры за миллионы долларов. Но у него есть один небольшой минус. Или большой минус. В пасмурную погоду он становится просто чёрным и всё. Вот танзанит, если его правильно подобрать, да, то он в северных широтах всегда нас радует. Собственно, как и вот данный танзанит. Тут ещё немножко полихромности присутствует интересной. Я, например, люблю вообще, когда 50 на 50 синий и фиолетовый в камне сочетаются и дополняют друг друга. Такой камень отобрать нелегко. Отобрать не в смысле отнять, а в смысле, что выбрать из нескольких тысяч получается. Как правило, у меня есть где-то видео на Ютубе, как я потратил целый день и не выбрал, мне кажется, или ни одного камня, или выбрал буквально два-три. Почему? Танзанит тоже очень часто бывает совсем тёмным. Если он в Африке чёрный-синий, то у нас с вами где-то в северных широтах он будет всегда просто чёрным и всё. Номер 14. И, конечно же, мы никуда не денемся от дедули, который живёт в пустыне в Танзании и поставляет нам великолепные гранаты, цвет которых я не берусь назвать. То есть тут есть много вариантов, и у каждого будет своя версия, как назвать этот цвет. Но я здесь вижу и алый, и немножко розового, и мой любимый чёрный подтон. В остальном наша классика Сина Джемс, изнутри немножко готики в подложке, это мы всегда стараемся насильно навязать нашим покупателям. Вот, шутка, конечно. И знаки Уналон, это знак развития просветления, движения вперёд. Чёрные биллианты мелкие, чернение, золото, бесчернение, золото с чернением, всё как мы любим. То есть наша классика, такой дизайн у нас практически в каждом выпуске присутствует. Если кольцо несёт какое-то украшение, несёт какую-то смысловую нагрузку, то носить его всегда приятнее, чем обычное, проверенное. Независимо от того, атеисты, верующие, неверующие, и тут разницы никакой нет. Просто символизм, мы его любим, Homo sapiens, да, и он повышает как-то вот ценность предмета, изделия, вещи, если она вот к чему-то нас относит, к какому-то событию или религии, или истории какой-то. Вот мы так устроены, нам такое нравится. Номер 15. Шпинель из Мохенге. Это как раз тот самый случай, когда ты носишь камень, и он каждый день тебе становится чуть-чуть дороже. А за год он набирает процентов 30-50 в цене, и ты всегда можешь выгодно продать. Это не значит, что надо обязательно шпинель покупать для перепродажи. Нет, можно себя порадовать любимого или любимую. Но, тем не менее, этот факт делает носку более приятной. У меня вот Harley-Davidson Fatboy 82-го года, мне кажется, производства, он каждый год прибавляет в цене. Я никогда его не буду продавать, но этот факт меня радует и делает катание более приятным. Дизайн здесь, наверное, такой неоклассика, да. Он не наш, но мы с удовольствием беремся за любые заказы. В принципе, и не каждая ювелирная компания может себе это позволить. Но вот у нас есть мастера самого широкого профиля ювелиры, поэтому мы беремся. Крайне редко я отказываюсь, бывают прям совсем сложные какие-то заказы, ну или там какая-то запрещенная символика, что-то неприличное. Я не беру. Так в основном мы беремся за все. Здесь золото, бриллианты и, собственно, шпинель из махенги, которая, когда месторождение иссякнет, а это будет уже относительно скоро, я думаю, лет пять еще максимум. А вот это будет история как с рубинами, с параибой и со многими другими камнями. Номер шестнадцать. Люблю циркон. Он есть самых разных цветов, очень есть крутые оттенки и почти всегда в нем есть черный подтон. Наверное, именно за это я его люблю. Не могу никак забыть. Вот постоянно думаю об этом, каждый день вспоминаю. Лет, наверное, семь-восемь назад на Шри-Ланке мне попал в руки ярко-золотистый циркон с черным подтоном. Карат, наверное, пятнадцать он был. И я взял его, продал в Испанию. И жалею до сих пор. Представляете, вот один раз подержал камень в руках. И все, вот думаю до сих пор о нем. Поэтому с тех пор, если вот прям что-то сильно мне нравится, я покупаю, просто откладываю, потом уже думаю, нужно мне будет или нет. Здесь у нас циркон, естественно, он не гретый. То есть, все цирконы, кроме синих, они не гретые. Он из Камбоджи у нас. На добыче цирконов я был. Есть об этом видео. Есть занудопедия про цирконы. То есть, вы полностью осведомлены, кто интересуется. И дизайн. Мне такой тоже нравится. Он у нас или растительный, или природный. Я не знаю, что хотел заказчик здесь воплотить. Возможно, это древесный какой-то узор, да, кусочек деревяшки золотой. Или, возможно, это что-то у нас вулканическое, каменное. Но, в любом случае, они друг друга нашли и выглядит великолепно. Камень именно в этом изделии. То есть, на мой взгляд, все хорошо. Номер 17. Это комплект к изделию, который у нас шел под номером 7. Видите, 7 и 17. Совпадение? Не думаю. Серьги с цирконом, золото, с чернением. Все сделано в нашей мастерской. Мы чернение все лучше и лучше делаем. Оно все дольше носится. Ну, на самом деле, на серьгах и на подвесках вообще очень тяжело. Чернение и полировку как-то вот сбить, смазать, стереть. Но, тем не менее, есть специалисты, которые умудряются. Недавно мне показывали нашего производства серьга. И с нее чернение стерто. Вот, видимо, девушка бы что-то терлась головой. Или об кого-то, не знаю. Но, в любом случае, в этом ничего страшного нет. Это все исправляется элементарно. И, как бы, если чернение нет, это просто золото. Все равно оно тоже покрывается каким-то микроцарапинами. Становится матовым. И его нужно полировать. За ним нужно ухаживать. Здесь пара цирконов. Которые идеально совпадают по цвету с номером 7. Но, собственно, так все и было задумано. Мы сразу покупали как комплект в Камбодже. Номер 18. Камени, которые редко у нас бывают. Почему? Потому что, в основном, они травянистого цвета. Вот такого более изумрудного редкость. Перидот он называется. Кстати, одно из самых древних месторождений драгоценных камней в мире. Вообще, это в Турции. То есть, его еще древние греки копали. А, возможно, кто-то и до древних греков. Естественно, они думали, что это изумруд, конечно же. То есть, тогда они отличали по форме кристалла, например. Хотя, сейчас, если вы за эндопедию хотя бы немножко мы смотрели, вы уже поймете, что нет. Перидот и изумруд – это разные камни, потому что у них разная сингения. Сингения – это геометрия кристалла. В остальном здесь классика. По заказу и по дизайну клиента все сделано полностью. Там стоят маленькие изумрудики и маленькие самфирчики. Я не помню, есть ли там бриллиантики. Так вот, мне сейчас на глаз не понять. Золото – пожалуйста. То есть, можно сделать комплект кольцо или подвеску. Перидот вот такого цвета сложно, но подобрать можно. Номер 19. Я вот, если бы меня спросили, что это за камень, я бы сначала подумал турмалин. Если бы сказали нет, то я бы стал предполагать, что, возможно, это циркон. Но здесь нет раздвоения граней. Поэтому я бы еще долго думал бы и делал бы разные предположения. А это гранат очень необычного цвета. Не знаю, как называется этот цвет. И разные лаборатории, я уверен, что сделают разные. Как бы в сертификатах напишут разные названия. Где-то будет написано буро-оранжевый, где-то оранжево-красный. И вариантов может быть множество. Тем не менее, цвет очень-очень необычен и очень редкий. Я вообще не помню до и после этого камня, чтобы я такой цвет еще видел. Можно ли назвать этот цвет малая? Сейчас такое есть модное название торговое. Не знаю, тоже затрудняюсь. Потому что малая тоже такое расплывчатое очень понятие. Как и параиба. Знаете, там есть много очень цветовых и оттеночных вариантов. В остальном мы поработали над дизайном. Наш полностью готический дизайн. Видите, он хороший в черном и в желтом золоте, и в белом золоте. То есть, в чем угодно. Такая классика, которая столетиями присутствует в нашей культуре. И ее пока заменить нечем. Номер 20. Снова у нас гранатик из Танзании, из пустыни от дедули. Я, кстати, с ним регулярно переписываюсь. Даже иногда созваниваюсь. Он вообще бодрее всех бодрых. Сейчас таких людей, конечно, уже не делают с таким здоровьем. То есть, человек не болеет вообще ничем. Всю жизнь живет в пустыне, без канализации, без водопровода. Вообще без ничего. Электричество бывает временами. То есть, то нет. Ничем не болеет. Даже мне рассказывал, что у него почти все зубы на месте. Но, естественно, это связано с тем, что, когда он родился и рос, уровень медицины был очень низким. И все слабенькие умерли. А многих из нас вылечили. Поэтому вот эти дедули пободрее, чем мы с вами. Месторождение очень у него богатое. Я собираюсь еще поехать уже на несколько дней. Покопать хорошенько. И что-нибудь ему полезное для хозяйства привезти. Потому что у него деньги-то есть, конечно. Но он сам в город выбирается крайне редко и живет по старинке. То есть, у него там все прям, ну, как у нашей бабушки в деревне. Если у кого-то была бабушка в настоящей русской деревне. Номер 21. Снова мой любимый. Гранаты эти я люблю от дедули. Она, опять, видите, у нас дедуля тоже самый. И дизайн классический наш. Синерджемс. Про чернение уже много рассказывал. Да, оно стирается. Но его легко восстановить. И по поводу хотел бы поговорить. Вот смотрите, здесь алого цвета гранат. Вот, с точки зрения инвестиций, как вообще этот камень. Очень хорошо. Я вам скажу. Потому что, посмотрите. Во-первых, у него крупный размер. Да. Финальный покупатель, ради которого мы покупаем инвестиционные камни для перепродажи, он любит крупный размер всегда. То есть, богатый человек, который хочет показывать свое богатство, или чтобы женщина на нее смотрели, все видели, издали. Они камни по каратику, по два каратика, их такие камни не интересуют. Чистота здесь вообще не важна. То есть, этот камень чистый, да. Но здесь главный цвет. Черный патон, так благородным камень делает. И самое главное, что еще года три осталось до полного исчерпания месторождения рубинов в стране Мозамбик. И после этого все красное очень быстро пойдет вверх в цене. Шпинель и гранаты, собственно, турмалины, они и так редкие, дорогие красные, да. Будут еще реже и дороже. Почему? Потому что китайцы скупают все красное по всему миру. Все красные камни. И они, собственно, по сути диктуют стоимость. Поэтому вот этот камень, да, он очень перспективен с точки зрения инвестирования. Номер 22. Аквамарин из Мадагаскара. Классическое изделие из золота с бриллиантами. Аквамарин, собственно, у нас камень тоже, который он к классике давно уже относится. Да, это не, допустим, вот этот серебристый кварц из Бразилии, который непривычно как бы выглядит для нас, для широкого пользователя Аквамарин. К нему все привыкли. Специально сняли его в невыгодном освещении. То есть, когда будет яркий, яркий будет солнечный день или яркое электрическое освещение, камень будет ближе к синеголубому. А когда погода будет пасмурной, камень будет вот таким. То есть, он тут серо-бледно-голубой. Но при этом и тот, и первый вариант цветовой, и второй вариант цветовой, мне они оба очень нравятся. Я даже не знаю, что бы я выбрал бы. Но, возможно, если бы мне сказали, что прям надо один цвет выбрать, я бы выбрал тот вариант, который вы сейчас видите на экране своего смартфона или монитора. То есть, вот такой неяркий цвет у Аквамарина именно мне нравится больше. Не знаю почему, но вот мое такое вкусовое восприятие. Номер 23. Очень интересный заказ. С удовольствием такие беру. Наисложнейший. Там многослойный у нас браслет, камень, шпинель. Лягушата сидят маленькие. Лилии, цветочки, лепестки. Это все из разных сплавов золота сделано. Лягушата покрыты эмалью. С эмалью работать тоже сложно. Есть мелкие камни разные. Очень интересно и сложно было работать над этим заказом. Но, тем не менее, мы справились. То есть, эти изделия, они, знаете, больше такие рекламные, скажем так. Что, посмотрите, мы вот такое делать умеем. Естественно, если это изделие носить каждый день, то вот эти все детальки мелкие будут цепляться за что-то. Ну, допустим, за свитер. И будет все гнуться, ломаться. Поэтому, конечно, это для какого-то особого дня. То есть, я думаю, что здесь много символизма. Что обозначают эти лягушаты, все эти цветочки для заказчика, я не знаю. И, собственно, это не мое дело. Ну, и такой интересный момент. Мы изначально посчитали, что стоимость вот этого только браслета без камня будет стоить, выйдет примерно 5300 или 5600. А вышло 6300. Но, естественно, так как я обсчитался, потому что я не представлял себе изначальную сложность, я не заставлял клиента ничего доплачивать. Вот, мне просто интересно поработать с таким было заказом. То есть, ну, мы где-то выполнили в ноль примерно, да. Ну, и нормально. Я доволен, потому что не все верные мастерские потянут вот такой сложный уровень. Номер 24. На сегодня последнее изделие. Я немножко подустал надиктовывать. И у меня есть много других дел. Я отдыхаю у друга в деревне. У него же здесь находится питомник с собаками, с которыми надо срочно играть, кидать им палки. Они несут тебе и ждут, чтобы ты еще кинул. И это очень важно. Так вот, серебро. Тема, которая подходит к камню. Это кварц зимитеритом. То есть, там такие кристаллы голубенького цвета, похожи на снежинки. Я назвал этот камень морозный. Кварц, мне кажется, очень подходит это название. Значит, там звездное небо, какие-то созвездия. Видимо, человек увлекается гороскопами. И, в принципе, космическая звездная тема, вот к этому камню она подходит, я считаю. То есть, они взаимосвязаны. Звезды, кометы, мороз, какие-то искры. Вот все здесь. Предсказания, может быть, ведьмы, возможно. Ну и тяжело было сделать это кольцо. Почему? Потому что это серебро. И вот все это совместить с серебром. То есть, серебро довольно мягкий металл. Было тяжеловато. Несколько раз переделывали. На сегодня все. Всем счастливо. Постараюсь делать почаще такие выпуски. Поменьше изделий. Но зато хотя бы разика три в месяц. Может быть, даже четыре. Но не факт. Я сейчас улетаю в Афганистан. Не знаю, как у меня там со связью будет вообще. Всем счастливо. Не болейте. Бегите себя, родных. Субтитры сделал DimaTorzok